Как-то я был с епископом Максимом в Красноярском крае, и он меня завел далеко-далеко на север, Богучаны. Мы были там, и мы вышли на рыбалку. Мы вышли на рыбалку, и мы закидаем удочки. Я смотрю, один мужчина стоит и закидывает удочки. Я подхожу к нему, говорю, ты уже давно здесь, ты местный. Я говорю, я не знаю, как тут рыбачить, расскажи. Он говорит, да нет, я в командировке. Я говорю, откуда? Он говорит, из Перми. Я говорю, слушай, а мой епископ в Перми живет. Там, говорит, есть церковь такая, Новый Завет. А он говорит, да-да, я знаю, в ДК Ленина. Знаете, люди знают о вас. Люди знают о вас. Люди знают о той работе, о том, что вы делаете, и поэтому, да, благословит вас Господь в том, чтобы делать еще больше. А вот нам кажется, что, знаете, незаметно, но я вам хочу сказать, что оно стало заметно для Перми, оно стало заметно для России, служения ваши, и оно стало заметно для многих стран, для народов. Поэтому благослови вас, Господь, двигаться дальше. Знаете, сегодня, когда я молился, и когда мне сказали, что я буду делиться Словом Божьим, мне на сердце пришла вот одна мысль такая. Я хочу поделиться вот этой мыслью. И я хочу прочитать первое послание Петра с первой главы, с 8 по 11 стих. Петр говорит, которого не видев, любите, которого доселе не видя, но веруете в Него, и радуетесь радостью неизреченную и преславную. Вот, говорит, вы Его, не видев, любите. И правда, вот эти неверующие люди смотрят на нас, и как-то странно мы выглядим, потому что мы говорим, Иисус, мы любим Тебя. Правда или нет? Мы Его не видим, но в этом наша вера. Мы верюя в Него, и зная, понимая, осознавая, что Он среди нас, мы любим Его. Мы любим Его. Дальше Он говорит, мы веруем в Него и радуемся. И в действительности, когда смотрят сегодня на верующих людей, на их радость, вот то, о чем мы радуемся здесь, что Бог делает, как Бог спасает людей, радость есть, радость. И она неизреченная. Даже высказать невозможно. Вот радость такая, что Бог делает здесь, что Бог делает в нашей стране. Это такое благословение, такая радость, такая слава Божья. Аминь. Но смотрите дальше, что Он говорит. Дальше, что Он говорит. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати. Пророки говорили о назначенной нам благодати. И дальше говорит, исследовав, на которое и на какое время указывал в них сущий Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за Ним славу. Вот мне хотелось бы сегодня поговорить о последующей славе за страданиями. Последующая слава за страданиями. Вот когда я размышлял над этим местом Священное Писание, я думал, мы так много говорим об Иисусе Христе, который творил чудеса. Исцелял больных, воскрешал мертвых. Знаете, Он делился благой вестью. Иисус спасал людей, прощал им грехи. Но когда мы смотрим в Евангелие, немногим Он простил грехи. Были люди, когда Он подходил, помните, к этому человеку, который лежал расслабленный, Он говорит, прощаются тебе грехи. Его осудили за это грехи. Какое он имеет право? Помните ту женщину, которую Он оправдал, которая пришла, упала в ноги, там в доме этого фарисея. И это было буквально несколько-нескольких человек, да. В исцелении это было множество людей написано. Он исцелял многих людей, увеченных, хромых. И это была слава. И сегодня, когда Церковь проповедует, мы говорим об Иисусе Христе, который был до страданий. Большей части мы проповедуем о Его славе до страданий. А Писание говорит, что пророки возвещали о страданиях Христа, а за страданиями Христа последующую славу. Вот сегодня мы говорим о славе вот этой Церкви, мы говорим, знаете, о победах, мы говорим о том, что Бог сделал, но, знаете, мы меньше, может быть, говорим о страданиях, которые были. О том, через что приходилось пройти. Через что проходилось проходить Эдуарду, команде, которая прижалась в семьи, он немножко касался этих вещей. Как было? Но, послушайте, за страданиями есть последующая слава. И сегодня почему-то Дух Святой повел меня говорить о страданиях Христа, потому что нам нужно сделать акцент на этом, потому что Павел, он удивительные вещи говорит филиппийцам, и он говорит, чтобы мне познать Его, силу воскресения Его, и иметь участие в страданиях Его, иметь участие в страданиях Христовых. Павел видел что-то великое и сильное за страданиями Христа. Знаете, сегодня как-то акцент смещается с Голгофы, а акцент смещается с того, что мы имеем в страданиях Христа. Что мы имеем, какая слава за страданиями Христа. И теперь Петр в 4 главе, в 1 стихом, он говорит, «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающей плотью перестают грешить». Он говорит, вооружитесь мыслью страдать, то есть не бояться страданий, потому что Христос прошел через страдания. И вы знаете, я хочу подойти к этому моменту и говорить именно о страдании Христа, в чем есть проявлена Его сила. И мы уже слышали это здесь на конференции, когда Борис Кохан, он говорил из пророка Исаия, 53 главы, я хочу прочитать это, «Он был презираем, и мы ни во что ставили Его, но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем, уничижен Богом». И Писание говорит, «Но Он извязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Когда мы смотрим на страдания Христа, здесь говорится, что в Его страданиях мы прощены. В Его страданиях. В том, что Его бичевали, в том, что Его мучили, наши беззакония в Нем. Писание говорит, что наказание мира нашего было на Нем. Очень часто я слышу, как люди говорят, «Ну почему, если Бог есть, Он не наказывает этот мир за грехи?» Знаете, почему? Потому что уже наказания мира уже были на Нем. Вот в этих страданиях были наказания мира. Иногда верующие люди говорят, «Ну почему вот Он грешит в церкви, и Бог Его не наказывает?» Иногда мы хотим сказать, что Бог тебя накажет за то, что ты грешишь. А вот наказания нет. Но знаете, есть Его благость и милость в долготерпении, потому что уже в страданиях Христовых наказание всего мира легло на Него. И вы знаете, Он продолжает, Исаий говорит здесь, и Он говорит дальше, пропуская некоторые стихи, говорит, что на подвиг души своей Он будет смотреть с довольствием. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи на себе понесет. Потому я дам Ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причен был. Писание говорит, что Он, праведник, раб мой, оправдает многих. Знаете, в страданиях Христа мы не только имеем прощение, но в страданиях Христа мы имеем оправдание. Оправдание. И сегодня, почему я хотел говорить об этих вещах, потому что есть великая сила в чистоте, есть великая сила в святости, и есть великая сила в праведности. И церковь в последнем времени, послушайте, мы говорим, что мы не знаем, что ожидает нас. И я вам скажу, что мы готовимся к чему-то Божьему, мы готовимся к великой славе Божьей. Но я хочу сегодня сказать всей церкви, российской церкви, что мы должны приготовиться к страданиям. К страданиям. Мы не знаем, что ожидает нас, но мы должны быть готовы к этому. Потому что через страдания, за страданиями приходит великая слава. Мы привыкли говорить, что мы платим великую цену, и в действительности эта церковь, это служение, и служители заплатили великую цену, чтобы сегодня мы праздновали великую славу Божью. И если мы хотим еще большей славы Божьей, то мы должны приготовить себя к страданиям. И поэтому здесь, когда речь идет о страданиях Иисуса Христа, о том, что Он сделал для нас, и мы должны сегодня возвышать, и поднимать голгофу, и говорить об этом, потому что через страдания Иисуса Христа мы прощены. И когда речь идет о нашем прощении, знаете, когда ты что-то сделал, и кто-то тебе говорит, что ты вот это сделал, ты чувствуешь вину. И знаете, многие верующие сегодня, не понимая величину и силы страданий Христа, они пытаются какими-то своими делами или поступками, знаете, приблизить Господа к себе, или заработать, может быть, исцеление, может быть, стать как-то, благословение получить, и какими-то усилиями. И вы знаете, апостол Павел, он к римлянам говорит следующее, в 10 главе. Смотрите, что он говорит здесь. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствуй им, что имею ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией и усиливались поставить себе собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Знаете, сегодня я хотел бы, чтобы Церковь Иисуса Христа, мы все, мы покорились праведности Божией. Потому что в этом есть величайшая сила покориться праведности Божией. Знаете, для чего? Что мы сегодня не оправдываемся через какое-то действие, через какое-то доброе дело, через какой-то поступок. Но нам нужна вера, чтобы принять праведность Божью в свою жизнь. Нам нужна вера, чтобы нам сегодня принять не просто праведность Божью, одеться в эту одежду чистоты и святости, но чтобы принять вот это оправдание, которое Бог дает сегодня нам. Потому что, когда мы в чистоте, когда мы в святости, знаете, что мы имеем? Мы имеем дерзновение. Дерзновение. Дерзновение приходить к Богу, в Его присутствии. Мы имеем смелость и дерзновение. Знаете, Давид однажды говорит, если бы я видел беззаконие в своем сердце, не услышал бы меня Господь. Знаете, нам нужно сегодня одеться в эту одежду чистоты и святости, праведности Божьей и оправдания Божьего, чтобы приходить в Его присутствие. Помните, как однажды Иисус, Он пришел в доме, когда Он был Марфой и Марии, мы уже слышали, Он пришел ко гробу, и Он сказал такие слова, «Я знаю, я знаю, Ты всегда меня что? Слышал». Я так часто сегодня слышу, когда верующие люди говорят, «Я не знаю, слышит ли меня Господь или нет, а, наверное, Бог меня не слышит». И я понимаю, что нету вот этого, знаете, принятия верою того, что мы оправданы, что мы омыты. И многие сегодня не могут получить и исцеление, и благословение, потому что есть вина. И обвинитель братьев, он приходит и начинает обвинять. Но церковь в последнее время, она должна двинуться в славе Божьей, потому что мы должны поднять страдания Христовы в нашей жизни, то, через что Он прошел, и мы должны понять, что Он сделал для нас, чтобы нам сегодня иметь смелость и дезновение. Знаете, есть великая слава Божья в том, когда ты спасен. Есть великая слава Божья в том, когда ты прощен, когда ты оправдан. Но есть еще Божья слава Божья в том, когда ты двигаешься в этом, и ты помогаешь другим людям войти в спасение. Знаете, когда мы говорим о страданиях Христа, то мы не только имеем спасение, оправдание, прощение, но в страданиях Христа мы имеем сегодня исцеление. Писание говорит, что ранами Его мы исцелились. Аминь. Ранами Его мы исцелились. И сегодня, когда мы смотрим на Христа, на Его страдания, и очень часто, особенно сегодня, в это время пандемии, когда мы слышим, знаете, неверие вокруг, когда мы слышим сегодня о болезнях, и страх приходит, нам нужно как никогда сегодня поднять и сказать, Иисус, Ты был ранен за мои грехи, мучен за мои беззакония. Наказание мира было на Тебе, но я ранами Твоими сегодня исцелен. Нам нужна вера сегодня, чтобы ходить сегодня с тем, что мы имеем исцеление в Иисусе Христе. Аминь. Поэтому нам нужно поднять сегодня, знаете, жертву Иисуса Христа, Голгофу, на тот, как бы, фундамент или постамент, и смотреть на то, что сделал Христос сегодня для нас. Когда мы говорим об исцелении, Псалом 102, 3 стих говорит, Он прощает все Твои беззакония. И что там сказано? И исцеляет все недруги Твои. Есть великая слава Божья, когда Ты исцелен. А еще большая слава Божья в том, когда Ты служишь другим и двигаешься в исцеление. А как ты можешь двигаться в исцелении, если есть какая-то вина, если ты чувствуешь, что ты виновник, и враг приходит и обвиняет тебя, тебе нужно принять его оправдание, чтобы иметь смелость и дерзновение. Меня как-то однажды спросили, а могут ли женщины возлагать руки и молиться? Я говорю, знаете, написано, уверовавших. Скажите, пожалуйста, там сказано, уверовавших будут сопровождать знамения. А уверовавшие мужчины только или женщины? И те, и другие. И те, и другие будут возлагать руки. Но чтобы возлагать руки, нужно иметь дерзновение. А чтобы возлагать руки с дерзновением, со смелостью, приходить в Божье присутствие, тебе нужно войти в вот это оправдание. Тебе нужно войти вот в то, чтобы ходить в этой праведности, в чистоте и святости, потому что в этом есть сила Божья. В этом есть сила Божья. Церковь, мы должны понять это и двигаться. Смотрите, когда мы смотрим на его страдания, когда мы смотрим на то, что произошло с ним, Писание говорит, что он был поднят на крест, это как проклятие, как, знаете, отвержение, проклят всяк, висящий на древе. И сегодня многие люди говорят, о, а у меня родовое проклятие. Я говорю, о чем ты говоришь? О каком проклятии ты говоришь? О родовом. Если Иисус взял всякое проклятие и понес на крест, все, что тебе необходимо, это взять страдания Христа и вознести в своем сердце и понять, что в том, что он висел на кресте и был проклят там, на этом кресте, послушать, твое проклятие, сегодня оно пригвожено там, ко кресту. Аллилуйя Господу. Поэтому сегодня мы должны говорить о силе страданий Христа. Но за этим страданием Христа есть слава. Последующая слава. Скажи, последующая слава. Если сегодня говорить о нищете, Писание говорит, что он обнищал. Где это произошло? Представьте себе, что у него было самое дорогое на земле и ценное то, чем он пользовался, в чем он был. Хитон написано. И написано, о Хитоне бросили жребий. То есть забрали самое дорогое на этой земле, которое было у него. Это единственное. Дома не было, жилья не было. Вот забрали этот Хитон. Послушайте, обнищал. Просто сделали его нищим. Подняли на крест нагим, но чтобы обогатить нас. Вы знаете, Писание говорит об этом, апостол Павел очень четко об этом говорит, что мы ничего не имеем. Смотрите, второе послание, Коринфянам 6 глава, 10 стих. Он говорит, нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем. Чем обладаем? Всем. Всем обладаем. Скажи, я всем обладаю. Я когда смотрю на это место, Священное Писание, помните, апостол Павел, узник, стоит перед этими царями. Цари смотрят на него, а он стоит и проповедует им там. И знаете, что было в мыслях у этих царей? У одного из них было, что Павел даст ему денег, чтобы он отпустил. Я думаю, царь, тебе ли нужны деньги? Узник. Знаете, он смотрит на него, и царь смотрит на Павла, он стоит в этих узах, и он смотрит, и он понимает, что Павел чем-то обладает, что-то у него есть. Может быть, знаете, он заразмерил это в своей голове, что у него много денег есть, и он ожидал, что он даст ему денег, Павел, чтобы тот его отпустил. Знаете, почему? Павел стоял, он говорит, у меня ничего нет, но я всем обладаю. Церковь, мы сегодня всем обладаем, благодаря смерти и страданиям Иисуса Христа. Знаете, нам сегодня нужно войти в это, чтобы нам сегодня ходить, знаете, в том помазании, в той силе и в той славе Божьей, осознавая, понимая, что мы-то последующая слава на этой земле, этих страданий Христовых. И сегодня нам не нужно, знаете, бояться страданий, потому что после страданий есть великая слава. Скажи, после страданий есть великая слава. Аминь. Поэтому сегодня я хотел бы, чтобы Дух Святой что-то особенное произвел в нашей жизни. Писание говорит, «Итак, братья, имея дерзновение, входите в освятилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым». Сегодня, когда мы говорим о страданиях Иисуса Христа, мы говорим о Его крови. И мы входим, послушайте, как здесь сказано, «имея дерзновение». Имея дерзновение. Знаете, я хочу прийти к тому, чтобы заканчивать свое слово, но я хотел бы, чтобы это слово осталось сегодня и в нашем сердце, и в нашем духе. И я хотел бы, чтобы мы сегодня с дерзновением, вы знаете, с дерзновением помолились сегодня, пришли во Святое Святых за вот эти записки. Я хотел бы, чтобы мы сегодня с дерзновением пришли сегодня за тех, кто сегодня болеет ковидом, какими-то другими болезнями, пришли с дерзновением. Знаете, чтобы мы сегодня освободились от какой-то вины сегодня и подняли, знаете, смерть жертвы Иисуса Христа, которая стала умилостивлением, как Писание говорит, что мы сегодня в действительности одели эту одежду праведности, и мы сегодня вошли в это оправдание, чтобы иметь смелость двигаться, потому что перед нами неизвестность. Перед Павлом была неизвестность, но он двигался с дезновением, он шел в вере. Послушайте, когда мы говорим о служении, сегодня мы говорим о служении друг другу, служении людям. Если вы посмотрите на страдания Иисуса Христа, на Его смерть, послушайте, Писание говорит, что Он может сострадать. Кому? Почему Он может сострадать? Потому что Он прошел через страдания, Он прошел через отверженность, Он прошел через насмешки, Он прошел через предательство. Сегодня нет ничего такого, чего люди могли бы сказать, Иисус, Ты меня не понимаешь. Ты меня не понимаешь. Потому что Его и предавали, и насмехались, и били Его, избивали, плевали, знаете, отвергали, пришел к Своим, Свои Его не приняли. И поэтому сегодня, когда мы говорим о страданиях, для чего это нужно? А Он говорит, Он может помочь тем, которые оказываются в такой ситуации. И когда мы говорим о церкви, о нас с вами, и многие задают вопрос, почему христиане, верующие, проходят через страдания, через боль, через трудности, через отвержение, через предательство? Знаешь почему? Чтобы ты другим мог служить, чтобы ты другим мог помогать, пройдя через это, чтобы ты других мог вместить, чтобы ты других мог принять, чтобы в твоем сердце было проявление этой любви. Знаешь, не просто так, не зная нужды Его, проблемы, да-да-да-да, а у тебя свое представление об этих вещах. Нет, но иногда Бог позволяет нам пройти через какие-то низины, иногда Бог позволяет нам пройти через что-то, где мы, может быть, терпим, и нам неприятно, нам нелегко, нам трудно. И знаете, может быть, это та грань, что я вот уже последние твои силы, и вдруг Он приходит и помогает, и ты задуешься вопросом, Господи, почему я прохожу через это? Почему в моей жизни страдания? Почему в моей жизни боль? Знаешь, чтобы ты мог служить другим, кто в боли, кто в страданиях. Почему проходим через болезнь? Чтобы мы могли молиться за других, кто в болезни. Не просто так поверхностно, знаете, как бы, но молиться так, как за себя. Поэтому сегодня я хочу призвать всю церковь, чтобы мы могли понимать, знаете, что за страданиями есть последующая слава. И пророки возвещали об этом. Пророки говорили именно об этом. Послушайте, что в его страданиях есть великая слава. Аллилуйя Господу. И сегодня давайте мы встанем. Я хотел бы, чтобы мы с дерзновением молились. Я знаю, что есть те, кто сегодня смотрит эту прямую трансляцию. Есть те, кто написали записки. Я знаю, что есть те, кто сегодня больны здесь, вот в этом месте. Я знаю, что есть больные в ваших домах, может быть, квартирах. Вы кого-то оставили. Знаете, я хотел бы, чтобы мы молились сегодня с дерзновением. Знаете, мы вошли во святое святых. Что мы молились с дерзновением за свои города, поселки, деревни. Послушайте, чтобы слава Божья она могла являться. Я верю, что это только начало славы Божьей. Но церковь, давайте не будем исключать страданий. Когда мы будем проходить через страдания, будет великая слава Божья. Отец, Отец во имя Иисуса, я молюсь обо всех этих записках, я молюсь обо всех этих нуждах, Господь. И церковь твоя молится. Отец, мы с дерзновением сегодня поднимаем свои руки во святое святых. Приходим к Тебе, к престолу милости и благодати. Я молюсь, Господь, чтобы действие могучей славы Твоей было высвобождено сегодня в исцелении, в освобождении, Господь. Боже, выхода из долгов, явления Твоей славы, Господь, в обеспечении, в милости, в благости, в созидании устройства во всеми их домах. Я молюсь, Господь, чтобы церкви созидались, росли и умножались. И всякая нужда, всякая проблема, она была разрешена, покрыта Твоей славой, Твоим величием, Господь. Я вхожу во святое святых и благословляю сегодня каждого, кто сегодня имеет нужду в исцелении. Да будет исцеляющая Твоя сила на каждом сегодня, в этом собрании. Кто смотрит эту трансляцию там, в домах, сила Твоя сходит, помазание Твое исцеляющее, Твоя слава приходит, Господь. Церковь здесь слава Божья, здесь сила Божья, исцеляющая сила Божья, благословляющая сила Божья. Здесь мир Божий, здесь Его любовь, здесь Его радость, здесь Его утешение. Благодарим Тебя, Господь, за страдания, за крест, благодарим Тебя за Голгофу, потому что в этом победа наша, в этом сила наша, в этом, Господь, благословение наше. Мы возвышаем сегодня и поднимаем Голгофу, крест, Твои страдания и благодарим Тебя за последующую славу. Благодарим Тебя за последующую славу, за последующую славу для церквей, для российской церкви. Благодарим Тебя, Господь. Мы готовим себя к тому, чтобы войти в последнее время и быть в славе Твоей. С дерзновением и смелостью приходить в Твое присутствие. Благословляем Твое имя, Отец, во имя Иисуса Христа и вся церковь доскажет. Аминь. Будьте благословены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok